Привет! Сегодня разбираем поиск на 16.88. В предыдущем уроке я уже рассказывал о преимуществах этого сайта. Сейчас давайте сразу по делу. Поиск на 16.88 делается традиционно тремя способами. Давайте по порядку. Первый способ это категории слева. Вы видите здесь картинки, иероглифы. Если вы только начинаете осваивать сайт, я вам советую использовать переводчик. Автоматический переводчик в Google Chrome. Если у вас нет этого браузера, скачайте его и установите себе на компьютер. Правой клавишей кликайте, нажимаете перевести на русский. Ждете. И сайт худо-бедно переводится на русский. На самом деле, китайский язык плохо поддается к переводу на русский. И здесь вы видите какие-то смешные бывают слова, прочность. Бывают такие, как багажный рынок. То есть многое даже непонятно. Советую пользоваться переводчиком на русский только в первое время, чтобы понять, где что лежит. Потом вы запомните даже иероглифы, и просто будете, скорее всего, искать по картинкам и по цене. Если вы хотите обратно перейти на китайский язык, в правом верхнем углу нажимаете на эту кнопку, нажимаете «Показать оригинал». Как видите, сайт вернулся на китайский. Вернем, давайте пока, назад на русский. Ну, начинаем сверху вниз. Здесь есть женская одежда, обувь. Ну, давайте, вот, например, женский рынок, это значит, женская одежда. Давайте посмотрим в этой категории женские свитера. Вы видите, подзагружается список. Из этого каталога можно уже что-то выбрать, ну, чисто визуально, потому что в этом каталоге по умолчанию высолнены те позиции, которые чаще всего покупаются сейчас на 1688. Этот метод поиска удобен, когда вы не знаете конкретно, что вы хотите купить. Вы пока хотите прицениться, что почем на этой торговой площадке. Так пробежитесь бегло по всем категориям, которые вас интересуют. Уже вверх, рыболовные снасти, конкретно удочка. Опять же, можно посмотреть и увидеть, что есть удочки, рюкзаки. И, возможно, из-за этого каталога вы сразу себе что-то выберете. Я, честно говоря, этот способ не люблю. Я обычно знаю, что я хочу, и я пользуюсь вторым методом поиска. Это поиск через строку поиска. Она находится вверху посередине. Сюда вы пишите, ну, точно так же, как в Яндекс, пишите какой-то запрос. Пишите через переводчик на китайском. Например, поищем джинсы. Причем не просто джинсы, а джинсы мужские. Выставляете справа китайский традиционный. Здесь, если у вас его нет, вот здесь нажимаете на кнопочку и выбираете нужный язык. Лучше не традиционный, кстати, а лучше выставить китайский упрощенный. Чтобы скопировать перевод, нажимаете на кнопку копировать. Возвращаете к строку поиска, нажимаете вставить и поиск. Заметьте, переводчик сбился. Надо обратно нажать перевести на русский, если вы пока еще учитесь. И здесь вы видите большой ассортимент мужских джинс. По умолчанию здесь стоит комплексная оценка продавцов. Здесь оценивается и количество продаж, и цена, и как много в целом продаж делал в прошлом продавец. В общем, это все топовые продавцы. Давайте я уйду обратно на китайский, потому что мне удобнее на китайском. Учитесь визуально запоминать, где что находится. И даже не вчитываться в смысл. Просто визуально. Крайняя левая кнопка – это комплексная оценка. Следующая кнопка – это количество продаж. Давайте нажмем. То есть за последние 30 дней конкретно вот эти джинсы, самые продаваемые на 16.58. 124 тысячи в продаж. Шикарная цифра. Вот видите, справа, ну, к сожалению, как только я мышку подвожу, количество пропадает. Ну, вы видите, да? То есть 84, вот эта позиция. 84 тысячи. Можно посмотреть и так. То есть если товар часто покупают, значит он хороший, скорее всего. И последняя кнопка, третья слева – это сортировка по цене. То есть от самых низких цен к высоким. Не всегда стоит бросаться на самые низкие цены. Нужно еще и анализировать в комплексе. Но я часто использую эту стратегию поиска для большинства категорий товаров. Я вам даже так скажу. Часто не стоит обращать внимание на большую разницу в цене. Например, одни и те же джинсы на 16.58 можно найти за 30 юаней и за 60 юаней. То есть в два раза дороже. А на самом деле разницы в качестве как такого не будет. Просто один продавец, ну, действительно у него получается продавать их дешево, потому что он их, например, производит дешево. А вторая компания, она может быть посредственной и допродает эти джинсы, ну, там, время от времени своим клиентам и держит для ассортимента. Давайте поднимем вверх страницу. Бывает очень много мусорных запросов. Когда ты ищешь товар от самой низкой к высокой цене, бывает, ну, нужно убрать мусор. Я знаю, что хорошие джинсы, например, начинаются от 50 юаней. Вот в этом поле я ставлю 50. Ну, и здесь второе поле до. Я его не трогаю. Оставляю 50, нажимаю вот эту кнопку. Сайт перезагружается. И я вижу, от 50 юаней и выше, мне 16.58 предлагает продавцов. Опять же, это мой личный опыт. У каждого будет свой опыт. У каждого понятие хороших джинс тоже свое. Для кого-то хорошие джинсы начинаются от 100 юаней. И они близки к люксовым брендам. Но я для себя начинаю искать джинсы обычно от 50. Опять же, если вы разбираетесь в этой нише, вы, скорее всего, знаете. А если не знаете, то вам нужно тестировать. Тестировать боем, заказывать там за 50, за 70, за 80, за 100 юаней. Ну, и смотрите, есть ли какая-то кардинальная разница. Метод выбора продавца я вам расскажу в отдельном уроке. Давайте расскажу еще о верхнем фильтре. Переведем на русский, я вам думаю, так будет понятнее. Вот вверху вы видите большое количество фильтров. Тоже ими я, к сожалению или счастью, не пользуюсь. Ну, можно выбрать, например, цвет черные, только джинсы, либо только синие, только серые джинсы. Давайте вот интересный фильтр по толщине. То есть, обычные, тонкие и бархат. Плюс бархат, это значит зимние. Нажмем. То есть, если бы я искал зимние джинсы, я бы нажал эту кнопку. И, как видите, здесь у меня джинсы с мехом. Ну, обычно это мех, либо флисом. Это надо уже смотреть. Ну, видите, в данном случае мы видим в каталоге все теплые джинсы. И давайте перейдем к третьему поиску. Этот поиск по картинкам. Я предлагаю сделать это на примере. Допустим, у нас есть продавец с Alibaba. Вы годами у него закупались. И хотите попробовать найти правоса дешевле. Ну, либо лучшее качество на 16,58. Для этого вы открываете картинку. Сохраняете ее на рабочий стол. Переходите на сайт 16,58. Причем переходите на главную страницу, потому что с какой-то другой поиск может глючить. Справа от строки поиска есть такой фотоаппарат. Нажимаете на него. И жмете найти. Картинка может загружаться долго. 10, 20, 30 секунд. Как правило, если прошло больше 50 секунд или 40 даже, я советую обновить страницу. В целом сайт немного туповатый. Потому что он разрабатывался для пользования из Китая. А я сейчас записываю урок в России. Итак, мы видим, уже что-то похожее есть. Но это все не то. На всякий случай отмечу, что система может неправильно определить категорию. Для этого перейдем в сайт на русский. И вот здесь вверху смотрите, в каких категориях он ищет. Он сейчас ищет цифровая техника. Можно еще посмотреть в аксессуарах. Вот, в аксессуарах тоже есть. Но тоже не то. Давайте вернемся к цифровой технике. То есть, часто бывает, что уже в этом поиске есть нужный товар. Но я вам хочу объяснить логику. Сейчас мы будем копать вглубь сайта. Я открываю подобный товар. Давайте зайдем на первый. Я беглым взглядом вижу, что это, кстати, очень хороший продавец. В следующих уроках я вам буду рассказывать, на что стоит обращать внимание. Но, а что бы я делал? Если я хочу найти такой товар, я бы посмотрел в общем каталоге этого продавца. Если он продает светильник в виде яблока, скорее всего, он может продавать светильник в виде мишки. Общий каталог товара обозначается вот такой стрелкой. Эта кнопка может находиться и вторая по счету слева, где-то посередине, но всегда вот такой значок вниз. Нажимаем, переходим. Пролистываем страницу вниз, визуально смотрим. Но может у этого продавца не оказаться. Давайте еще вторую быстро посмотрим. Вот, кстати, есть медвежата. Вот, смотрите, есть медведь. Давайте посмотрим. Да, именно такой. Разные цвета. Цена 100 штук, 24 юаня. На самом деле, можно было бы уже остановиться и покупать у этого, но я всегда советую искать у нескольких поставщиков и сравнить. Возможно, это не самый лучший поставщик, не самая низкая цена. Поэтому продолжаем искать дальше. Давайте, допустим, этого товара я не нашел. Допустим, мы остановились только на яблоке. Как бы я действовал дальше? Я бы скопировал заголовок и вставил в общий поиск на 16.58. Как я уже говорил, дело в том, что продавцы на 16.58 товары называют примерно одинаково. И даже по заголовку система подбирает похожие товары. Видите, здесь уже появился еще продавец, еще. Но нету пока наших медведей. Кстати, пока не забыл. Раз мы коснулись заголовка, то можно было в самом начале попробовать на Лебобе поискать по заголовку. То есть, вот этот заголовок перевести на китайский и попробовать поискать на 16.58. Ну, как искать по заголовке я уже объяснил. Но тоже имейте в виду, что такой способ иногда тоже бывает очень эффективным. Давайте я пролистаю вниз, еще дальше. Вот, смотрите. Есть продавец. От 60 штук уже 18 юаней. То есть, это уже дешевле, чем мы нашли. Так, тут вообще вот продавец за 8 юаней. Давайте его откроем, посмотрим. Как видим, есть очень много разных фигурок. Где-то здесь есть и наш медведь. Так, тут разные цены. Давайте переведем на русский, чтобы понять, чем они отличаются. Есть обычный, я так думаю, фонарик монохромный 8.5 юаней. А есть с пультиком на 16 цветов. Вау, это круто. За 16 юаней. Ну, смотри, то есть, это в любом случае уже дешевле, чем мы нашли у первого продавца. Плюс продавец. Давайте я быстро посмотрю. Продавец хороший, тоже хороший рейтинг. Я бы, на самом деле, уже бы остановился, возможно, на этом продавце. Но давайте посмотрю, как попробовать найти еще более лучшее предложение. Я бы скопировал вот этот заголовок. Давайте перейдем на оригинал. Ну, я бы еще попробовал поискать. Возможно, получится найти еще более дешевле. Копируем заголовок. Что вы заметили, я копирую заголовок уже этой позиции. Я его вставляю на 16.58, нажимаю поиск. Вот мы видим, нашлась эта позиция. И если навести курсор на эту картинку, вы видите, всплывает оранжевая кнопка. Эта кнопка называется «Подобрать аналогичный товар». Вот, видите, еще продавец нашелся. Давайте посмотрим его. Тоже очень хороший продавец. Слушайте, еще лучше даже. Но здесь цены выше. Давайте переведем. Дистанционное касание 31 юан. А у нас там было дистанционное за 16 юан. То есть, разница в цене колоссальная. Поэтому, все-таки, тот продавец пока что выигрывает. В любом случае, я, если бы выбирал по сообщка, я бы написал обоим. Начал бы общаться, спрашивать о качестве, о ценах, фотографии запрашивать и так далее. Пока я вам объясняю суть поиска. В сайте, смотрите. В поиске, причем здесь и вот здесь, в главной строке, когда вы ищете по заголовку, есть вот такие кнопочки с циферками. Видите, вот здесь два. А вот здесь, когда на медиа наводим, кстати, тоже два. Запомните просто визуально, как иероглиф выглядит. И всегда он сопровождается с циферкой. Если на него нажать, давайте посмотрим, то система подбирает продавцов конкретно такого товара. То есть, конкретно по этой картинке, конкретно медведь. Он в нашем случае, поиск не такой эффективный. Всего лишь здесь один продавец. Но в многих категориях товаров, когда ищешь, здесь очень большой список. В таком случае, я просто нажимаю на эту кнопку, это сортировка по цене, и выбираю продавцов от более низкой к высокой цене. Надеюсь, логика поиска ясна. На самом деле, уже можно работать, например, вот с этим продавцом я бы точно начал работать. Мне очень нравится цена. Мне очень импонирует его рейтинг. И можно было бы уже сходу остановиться на этом продавце. Но если вы ищете лучшее предложение, то вам стоит перерывать весь 16.98, написать абсолютно всем продавцам, к которым вы можете дотянуться. И уже потом из нескольких продавцов выбрать, например, 3 лучших. У этих 3 лучших заказать образцы или какие-то минимальные партии. Например, по 10 ночников у каждого продавца я бы заказал. И уже дома я бы смотрел, щупал, вживую оценил качество. Потому что все-таки качество по картинкам не всегда удается адекватно оценить. В целом, на этом все. Давайте я вам покажу даже такой бонусный четвертый метод поиска. Его нельзя назвать четвертым, но он такой бонусный, действительно. Давайте придем на главную страницу. Прокручиваем ее в самый низ, ниже, ниже. И где-то середина экрана. Вот, смотрите. Система подбирает лучшие предложения на те категории товаров, которые я искал через поиск. Вот, недавно я искал куртки. Вот, смотрите. Я только что искал фонарики. Система уже мне подсовывает продавцов фонариков. Причем здесь, как правило, самые топовые продавцы. Вот этот продавец, скорее всего, будет большим рейтингом, с большим продажами. Вы видите, 1000 продаж за последние 30 дней. Тоже адекватные цены. Но нету медвежонка, к сожалению. Но можно выбрать что-то другое. Причем, если зайти, я практически, в общий каталог, можно найти там и медвежонка. Давайте пролистаем еще вниз. Вот здесь еще продавец фонариков. Вот он еще. Ну и видите, судя по ценам, действительно, это очень хорошее предложение. Причем, вот этих продавцов через поиск очень тяжело найти. А здесь система вам подсовывает самые топовые, самые лучшие предложения. Ну вот, кстати, есть медведь. Давайте последнего посмотрим. Но все равно здесь дороже. 23 юаня, а мы находились за 16. Ну, то есть, вы меня поняли. Вот этот вариант поиска, когда вам 16.58 подсовывает продавца по рекомендации, тоже используйте его. Ну и напоследок, хочу вам объяснить, как искать специфические товары. Из-за того, что русский язык плохо поддается переводу на китайский и обратно, поиск бывает нереально тяжелым. Вот давайте попробуем найти дрель. Если дрель перевести на китайский и этот иероглиф ввести в поиск, смотрите, что мы получим. Мы получим все, что угодно, но только не дрель. Ну, даже не близко. В этом случае нажимаем на этот иероглиф. И тут, видите, разные есть варианты переводов. Бур, сверло, обучение, практика. Ну вот, сверло более-менее по смыслу подходит. Давайте попробуем, как сверло найти. Ну да, он находит именно сверло. Хотя, возможно, у этих продавцов есть в каталоге дрели. То есть, вы поняли, через обычный Google Translate переводчик обычно найти тяжело. В данном случае я вам советую профессиональный лингвистический переводчик BKRS. Сайт так и называется, BKRS.info. Можете его с легкостью найти через поиск. Давайте здесь вобьем в дрель и нажмем перевести. Видите, иероглиф уже выглядит иначе. Здесь уже хоть что-то более-менее похожее на дрель. Но здесь танки... Вот, кстати, первая дрель появилась. Ура! Уже три варианта. Что бы я делал? Во-первых, я открыл бы вот эту дрель, скопировал бы заголовок, перевел бы на русский. И по смыслу попробовал бы найти именно те иероглифы, которые отвечают за дрель. И слева бы направо начал бы удалять лишние иероглифы. Оставил бы только по смыслу то, что связано с дрелью. Это лишнее. Ну вот, более-менее по смыслу что-то похожее на дрель. Давайте будем пробовать искать по этому заголовку. Вот, вы видите, уже шуруповерт начал находиться. Но это уже что-то близкое по смыслу. Кстати, помните, я вам рассказал про волшебную кнопку подбора конкретно этой модели самой низкой цены. Смотрите, здесь 81. 81 предложение. И если нажать на него, ассортировать по цене, то мы найдем самое лучшее предложение за 106 юаней. То есть, изначально мы нашли за 160, а здесь вуаля, 106. То есть, изначально мы нашли за 160, тут 106, 109, 109. То есть, уже дешевле, чем мы с первого захода нашли. То есть, здесь надо продолжать рыть дальше. Мы еще не нашли дрели. Мы нашли все-таки шуруповерт. Это немного не то. Я бы продолжал удалять иероглифы. Посмотрим, что по токарной и ручной дрели он идет. Вот, здесь уже находят как раз-таки дрели. Есть и дорогие фирмы оригинальные Hitachi. Есть и какие-то китайские безымянные. Причем, если нажать на эту кнопку, аналогичный товар, он сейчас подберет нам просто уйму дрелей разных фирм. И уже из этого ассортимента вы можете что-то выбрать. То есть, вы поняли. Сначала находьте хоть какой-то похожий товар. И начинайте все теми способами, которых я вас научил. Через кнопку аналогичный товар, через заголовок, просто удаляя несколько иероглифов, можно найти то, что вам требуется. Причем, еще один секрет скажу. Если не получается найти какой-то специфичный товар, как дрель, на китайском языке, можно попробовать его найти на английском. Давайте вобьем в поиск, посмотрим, что будет. Скорее всего, хоть что-то мы найдем. Да, мы уже что-то нашли. И, потому что некоторые продавцы, они знают, что на этом сайте ищут иностранцы, и они в заголовок вставляют английское слово, чтобы можно было найти. Вот оно в самом конце. Я бы прямо вот этот заголовок скопировал бы. И уже на китайском начал бы искать. Тоже как вариант пользуйтесь. Все эти варианты поиска советую комбинировать. Так вы будете находить самые низкие цены. А в следующем же уроке я вам расскажу, как нужно анализировать продавца. Подписывайтесь на канал, приходите в плейлист по урокам 16.59.8 и смотрите все уроки в одном месте. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok